Сейчас у нас на связи Аркадий Бабченко, человек, которого должны были убить и покушение на которого предотвратило СБУ. Привет, Аркадий! Приветствую, это я, добрый день, Аркадий. Вот я тут грею твое место в студии. Зрители спрашивают, пишут очень много, может быть, видел в фейсбуке, когда ты вернешься и продолжишь вести свою программу на телеканале АТС? Да, пора это тут позаканчивать. Ну, это не от меня зависит. Как охрана разрешит, так и вернусь, я надеюсь, в ближайшее время, потому что я тоже никогда не думал, что захорачу в конце концов на работу. Скажи, пожалуйста, ну, насколько это можно подробно рассказывать, в каких условиях ты сейчас находишься и, как бы, насколько твоя жизнь изменилась после инсценировки удачного покушения на тебя? Ну, жизнь изменилась, конечно, кардинально. В очередной раз надо все начинать сначала, непонятно где, непонятно как, непонятно вообще, что делать. Нахожусь сейчас в безопасном месте, охраняемо, меня, безусловно, охраняют. Что дальше, я не знаю. Вот сейчас это вообще не от меня зависит, то есть дальнейшая моя судьба сейчас зависит не от меня, там, как пойдет. Вот охрана, я так понимаю, для того, ну, понятно, для того, чтобы на тебя не было совершено еще одно покушение, но смысл в чем? Ты будешь ходить в суды, будет что-то документироваться еще, дело еще не закончено и на какой стадии вообще, на твой взгляд, сколько ты знаешь, находится документирование, расследование вот конкретного покушения на тебя? Ну, сегодня в понедельник апелляция, там, я думаю, будут сказаны новые вещи. Мне СБУ не докладывает, я не знаю, как там идет следствие, я не носитель информации, но суть в том, что из того, что уже СБУ показывала недавно на брифинге, да, там уже Герман уже прямым текстом говорит о том, что есть десятки других код, да, то есть ничего не закончилось. Это только одна вот эта вот ячейка, одна вот эта вот сеть террористическая, их еще несколько, и я уже точно знаю, что там и не один был человек, даже у Германа вообще, да, и не у Германа, а у первого ванника, да, то есть у него не один Герман, у него там еще есть люди. Деньги сюда заходят, людей они сюда засылают, говорить-то надо не о моем убийстве, да, дело-то не в моем убийстве, они же не хотели убить Аркадия Бабченко, чтобы убить Аркадия Бабченко, да. Дело заведено не по убийству Аркадия Бабченко, а по террористическому акту с путем убийства Аркадия Бабченко. Они не хотели убивать Бабченко именно как Бабченко, им нужен был террористический акт для раскачки ситуации. Они, конечно, не откажутся от этого, конечно, они продолжат, да. В этом списке одной из первых фамилий был назван Илья Богданов. Богданова пытались покидать два года назад. Вроде бы, кажется, уже все закончилось. Прошло еще два года. Его в очередной раз хотят уйти. Ну вот, видимо, наверное, надо рассчитывать на то, что через два года будут какие-то новые попытки. Скорее всего, раньше, потому что все это идет, конечно, к выборам в Украине, к выборам президента Украины. Они будут раскачиваться ситуацией, безусловно. Поэтому я сейчас под охраной, конечно.